Итак, есть три средства, которые я считаю, я бы рекомендовала иметь каждому в своей домашней аптечке. Это смягчающее средство, это масло чайного дерева и антиоксиданты астоксантин. И сейчас я расскажу про масло чайного дерева. В шестом каталоге он находится на 85-й страничке и идет с хорошей скидкой. Код этого продукта 348-49. Итак, вообще что это такое? Это соцсредство, то что нам производитель заявляет. Борется с воспалениями, легкая нежирная текстура, быстро впитывается. Формула дерматологически протестирована, без парабенов. Значит, очень много у нас значков, сертификатов. Вы можете посмотреть в каталоге вообще на эту коллекцию и прочитать сами. А я расскажу, как вообще использую это средство. Очень удобно, что оно с дозатором. И очень удобно, что оно у нас уже готово к применению. Если вы будете покупать масло чайного дерева в аптеке, то у вас будет там написана еще целая инструкция. От этого надо то-то, то-то, то-то. Для этого надо то-то, то-то, то-то. И это по деньгам получается дороже, когда вы будете это все докупать. И это еще надо мешать. Здесь уже прямо готово к применению. Вот дозатор, и мы его льем. Вот, оно капельками дается. Больше или меньше надо его наносить. Ну, первое, что мы используем... Да, кстати, надо сказать, что муж побеспокоился и купил три вещи. У нас обычно одна идет, это для дочери, а две это мне, нам на семью. Значит, дочь у меня, вы, может, видели отзывы, и на ВЭЧ перепробовала она, и соус-продукты, да, и с Пурскайн коллекции она перепробовала. И вот остановилась именно из всех на маслом чайного дерева. Ей нравится всех больше. Именно это высыпание, прыщики, да, которые появляются у подростков. Их много появляется, да, в переходный период. Вот, и очень быстро они заживляют, и прыщики проходят. Вот, кроме этого, как мы используем в бутылке? У кого особенно мамочки и маленькие дети или детки такого еще подросткового периода, то просто рекомендую вообще иметь, да и каждому иметь. Если вы поранились, кстати, да и каждому, вот на даче, или ребенок падает, то масло чайного дерева – это самый сильный в мире антисептик. Тифозную палочку убивают за 2 секунды. Именно поэтому не надо мазать никаким йодом, зеленкой. Вы просто проходитесь вот этим средством, как я вам сейчас показала, полили, и все. И оно очень быстро заживает. Если вы за усенки, бывает, вот, да, там, сковырнули, и вот бывает палец, как будто как нарывает, болит. Вот этим капэш, один-два раза сделал, все, у вас все проходит. Вот. Простуда. Если у вас высыпало, да, бывает у кого герпес, то наносите тоже на этот участок. Если вы схватили сразу вовремя, как только чешется еще, то у вас простуда вообще не появится. Но если уже вот опоздали в этот момент, то простуда будет очень быстро выедать. У нас был один случай, когда мы работали еще в регионе, и у нас мы, девочки, дали попробовать. Она пришла в офис, мы ей дали попробовать, вот, и она рядом работала. После, через несколько, там, минут 15, она прибежала к нам с глазами, говорит, она у меня позеленела. Вы что? Что это такое? Она позеленела. Я говорю, что ты делала? Она говорит, ну, я несколько дней назад зеленкой мазала, чтобы побыстрее прошло. Представляете, насколько это сильное средство, что оно даже выело вот эту зеленку, всю зелень вышла на поверхность. Вот, мы ей просто сказали, что продолжай мазать, и у тебя это быстро пройдет. Вот, и, значит, что еще? Полоскать горло, если вы, вот мы, ну, в среднем от 6 до 10 капель на стакан воды и полоскайте горло. Прекрасно проходит горлышко. И намешивать это легко, даже если вы по каким-то причинам работаете, или вам куда-то уехать пришлось все-таки. Вот этот способ, теплая вода там, и стакан, и масло чайного дерева, ну, всегда будет под рукой, не соль, сода, там, что-то другие, да, йод там. А вот простое средство всегда очень легко пополоскать и намного эффективнее. Не дает опускаться вниз, в отличие от других продуктов, что уходит как в кашель, а именно вот проходит быстрее от этого средства, из практики могу сказать. Вот, дальше, значит, комары. Вот, если мы идем собирать чернику, особенно если маленькие дети, я смело мажу вот этим средством, потому что если даже ребенок, на машину ручки, личика, все, да, вот, если даже он пойдет кушать ягодки, то он, это нормально. То есть в рот потянет, это все натуральное и ничего, абсолютно никаких аллергий, ничего не будет проверено. Если добавить в обычный шампунь на 200 мл 10 капель, будет шампунь против перхоти. И последнее, что это от вшей. Ребят, у нас был такой случай, да, я была в шоке в школе, не помню уже в каком классе, может, в классе втором, третьем. Дочь вдруг у нас пришла с вшами. Я в шоке, я думала, в наше время уже этого не бывает. Оказывается, он бывает. Вот, и передается же это все очень быстро, когда я сказала классному руководителю, она говорит, да, это целая проблема в школе, потому что все вешают одежду в раздевалке, а через куртки, через все это передается, и это действительно повально было в школе. И у меня муж сразу же сбегал, купил несколько, два средства, он тогда купил сразу же от вшей в аптеке, вот. И что было наше удивление, и от первого, и от второго средства у нас вши умерли, но гниды остались. А вот гниды, они, что удивительно, они же буквально, ну, два дня, и они уже в шеи превращаются. И получается, что все бесполезно, да, средства дорогие, но бесполезно. Нам тогда не помогло, два средства. Вот, может, нам, конечно, так не повезло, есть какие-то средства более хорошие в аптеке, но вот то, что ему порекомендовали, он купил без меня, вот. И что хочу сказать, я залезла в интернет, стала читать, и мое было удивление, что оказывается масло чайного дерева прекрасно от вшей, и убивает гниды вшей. На тот момент у нас запаса дома не было. Хорошо, меня выручили консультанты, Надя Крупчатникова выручила меня тогда, и дала масло чайного дерева из своих запасов, потому что у нее тоже были маленькие дети. Вот, я не помню, я, по-моему, так как у нас у дочери волосы длина где-то, как у меня, длинная, да, то мы два или три тюбика точно мы купили. Не могу сейчас уже точно сказать, потому что время прошло. И мы нанесли, буквально мы наносили один или два раза. Все, больше я не наносила. Один раз вот все умерли, а второй я уже для профилактики просто сделала. Вот, и после этого вшей гниды были все, умерли. Вот, сколько держать, что я просто из интернета взяла. Сейчас уже не помню, я в интернете это нашла, сколько нужно держать. Обычно масло чайного дерева, может быть, там полчаса, не буду врать, не помню уже. Вот, можно в интернете найти так же, как и я, как и подержала. И потом только сухие гниды я вытаскивала у ребенка из головы уже. Все, мы все избавились от этой проблемы. Поэтому имейте в виду, что оказывается еще и так. Вот, поэтому пользуйтесь, этот продукт потрясающий. Еще меня спасал он, когда у меня уши, да, мы как раз в Париже это было. И вот это как раз средство масло чайного дерева и астаксантин, потому что у меня температура поднялась. Меня еще спасло в Париже, когда была тоже конференция Арифлейм. Вот, поэтому вот не случайно я рекомендую вот эти три продукта, чтобы они были всегда в путешествии с собой, потому что мы никогда не знаем, ну мало ли что-то произойдет. И на всякий случай, чтобы они были. Вот, желаю всем красоты и здоровья.